Добрый день! С вами передача «Интеллектуальный прорыв» и я, ее ведущая, Анна Белова. Сегодня у нас в гостях Елена Евграфова, главный редактор «Гарвард Бизнес Ревью». Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Удивительно! Для всех слово «Гарвард» ассоциируется с одним из самых престижных университетов мира. И «Гарвардская бизнес-школа» — это то место, откуда выходят ключевые лидеры всех международных корпораций. Елена, «Гарвард Бизнес Ревью» — это что? «Гарвард Бизнес Ревью» — это журнал. Мы считаем его, определяем жанр нашего журнала как научно-популярный. Это журнал, который издается «Гарвардской школой бизнеса» и издается уже на протяжении очень долгого времени, почти 100 лет. И, собственно говоря, вот этот факт, что он издается «Гарвардской школой бизнеса», определяет содержание нашего журнала. «Гарвардская бизнес-школа» — это прежде всего кейсовый метод обучения. Кейсовый метод — это обучение через историю. Профессор студентам рассказывает какие-то интересные, яркие эпизоды жизни компании, успешные или неуспешные. Студенты присваивают этот опыт, разбирая эти кейсы и решая какую-то задачу, которую предлагает профессор. И таким образом набирают опыт. И потом они могут использовать этот опыт уже непосредственно в своей деятельности. То есть журнал — это описание кейсов? Журнал в том числе описывает кейсы. То есть наш подход абсолютно такой же — через какие-то истории успеха или неудач выдающихся компаний рассказать о каких-то подходах в бизнесе. Что мы не делаем никогда? Мы никогда не даем готовых методик. Делай раз, делай два, делай три. Потому что это такой подход априори обречен на неудачу. Компании все очень разные, разные бизнесы, разные культуры. И, в общем, это не работает практически никогда. Наша задача — рассказать об опыте компании с комментариями ученых, для того, чтобы люди потом могли найти уникальные решения для своей уникальной компании. Правильно. На этом месте как раз и возникает вопрос. В некотором смысле провокационный вопрос. Потому что, насколько я знаю, гарвардский метод кейсов, он, собственно, вырос из американского прецедентного права. Это прецедент. Это предыдущая история. И прецедент хорошо работает в статистической картинке устойчивого состояния экономики, устойчивого роста. Но когда возникает ситуация турбулентности, ситуация неопределенности, или, может быть, минимум отсутствия подходящих моделей и кейсов, тогда нужно уже учить не, собственно, администрированию кейсов, а креативности. Абсолютно верно. Анна, вот это, собственно говоря, суть дискуссии, которая уже на протяжении, мне кажется, лет пяти, а то и больше ведется по поводу бизнес-образования. И главная претензия, которая предъявляется к бизнес-образованию, что оно немножко так клиширует мозги своих студентов и не дает им чего-то, что, в общем, им необходимо. Не, ну, немножко заковывает. Как разорвать этот порочный круг? Вы знаете, идет поиск методов. Как ни странно, в том числе, вот такая вот совсем свежая вещь, которую стали использовать и бизнес-школы, и экономические факультеты многих университетов, это элементы искусства, привнесение, скажем, курса по литературе в образование. Элементы искусства в бизнес-образование? Да, гуманитарных наук, потому что вот эта вот гуманитарная сфера, как оказывается, она очень важна для того, чтобы, собственно говоря, ну, скажем, там, расковать мозги и, ну, может быть, научить вот этой вот самой креативности. Я тоже очень верю в этот подход. Вот, если честно, мне кажется, что, ну, вот такое вот активное взаимодействие с серьезным искусством, не с развлекательным, а серьезным, где ставятся довольно серьезные, поднимаются серьезные вопросы, где идет дискуссия, в общем, практически на философском уровне. Мне кажется, что это может помочь менеджерам и предпринимателям, ну, как-то... Знаете, я прочитала не так давно очень интересную и удивившую меня цитату из древнего японского манускрипта в возрасте больше трех тысяч лет. Там была рекомендация, описано, как выбирать главу государства. Суть этой рекомендации сводилась к следующему. Человек должен быть развит с точки зрения владения навыками танца, музыки, стихосложений, игры на музыкальных инструментах, потому что человек искусственно и интеллектуально одаренный не может принести вред своему государству, а несложной премудрости государственного дела его легко обучить. Да, и знаете, вот это вот, собственно говоря, тоже одна из претензий, которая предъявлялась бизнес-образованию, что мы даем вот эти вот самые кейсы, мы также учим статистики, мы учим каким-то точным дисциплинам, но, видите ли, вот есть какая-то проблема с... ну вот с тем самым этическим, скажем... С культурным фундаментом. Да, с, скажем, все, что касается ответственного поведения. И после, особенно после кризиса 2008 года, сейчас тоже такая развернулась очень широкая дискуссия по поводу того, кто виноват, и вот нет ли здесь элемента как раз очень такого технократичного подхода к управлению бизнесом, когда мы очень целеустремленные. Наша цель – это прибыль, это какой-то вот... Отчет акционерам. Отчет акционерам, да, измеряемый результат. А какой толк, скажем, для общества вообще, что мы делаем, это хорошо или плохо, вот в этом был какой-то недостаток. Но, что интересно, новое поколение, вот такое впечатление, что сейчас как раз в моде, в моду входит, я бы сказала, у нового поколения, особенно если мы берем вот эту вот Сликоновую долину, вообще вот это новое поколение. Венчурные, предпринимательские, если, да. Да, 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 да. Они хотят отстроиться вот от этих жирных котов с Уолл-стрит. Мы не такие. Мы хотим отличаться во многом, в том числе... Знаете, я вот слежу с большим интересом. В Америке есть такая сеть, фастфуд-сеть Чипотли, она называется, и принципы, на которых они... Это рестораны быстрого питания, принципы, на котором они строят свой бизнес, это, значит, мясо вырученное при условиях гуманного отношения к животным, без использования антибиотиков, без использования гормонов. Они активно поддерживают местное фермерство. Вот это для меня проявление вот этого ряда новых ценностей. Средственного бизнеса. Именно, именно. Но, что интересно, дело в том, что эта компания сейчас... Знаете, ее противостояние с Макдональдсом для меня вот это вот такая вот история борьбы Давида и Голиафа. Дело в том, что Макдональдс в свое время приинвестировал в эту компанию довольно большие средства. Чепотли — это вообще феномен последних 20 лет. В прошлом году у них было 4 миллиарда продажи, а она появилась с нуля, собственно говоря, вот 20 лет назад, 1993 год. И они помогли им вырасти, скажем, по-моему, от 36-35 ресторанов до 500. В прошлом году Макдональдс объявил о том, что у них падение прибыли на 15 процентов, чистой прибыли. У Чепотли рост на 20, по-моему, процентов или даже 30. То есть, по сути дела, в одной и той же экономической ситуации предпочтения потребителей сейчас нескольким образом переориентировались на новую бизнес-модель. Да, можно сказать, что, конечно, здесь есть и другие элементы, почему Чепотли так развивается, так активно. Но вот мне очень симпатичен вот этот вот элемент социальной ответственности, социально ответственного поведения. Последнее, значит, объявление вот начала этого года. Из третьих своих ресторанов у них 1700 ресторанов по всей Америке. Значит, из третьих ресторанов они убрали блюда со свининой, потому что обнаружили сами, что поставщик не выдерживал требования гуманного отношения с животными. И последнее сообщение, я просто с интересом с большим слежу вообще за этой историей. Макдональдс там назначают нового генерального директора из вот таких результатов в прошлом году. Первое, что объявляет генеральный директор, это то, что мы, значит, будем теперь более тщательно отбирать поставщиков. Теперь мы тоже будем использовать мясо птиц, при выращивании которых не было слишком много антибиотиков, то есть минимальное использование антибиотиков. И молоко только от коров, которые, значит, выращиваются без гормонов роста. Меня воодушевляют такие истории. Кстати, вот почему, опять же, интересно про бизнес, почему интересно, мне, например, интересно делать журнал? Потому что я в этом вижу такое напряжение, эмоции, какие-то события, очень яркие личности. В общем, по сути, можно сказать, Шекспир отдыхает. Ну, на самом деле это так, потому что чем больше ты получаешь информации о каких-то конкретных методах, используя которые та или иная компания рванула вверх, стала более конкурентноспособной, тем больше у тебя возможности извлечь урок для себя лично. Потому что уроки извлекаются ведь не только, исходя из прямого дублирования. Это может быть толчок для возникновения идеи. Елен, я знаю, что более 10 лет назад вы были, собственно, идеологом создания в России отделения Гарвард Бизнес Ревью. А сколько всего отделений в мире? Около 15. 15 отделений в мире. И много ли женщин возглавляют? Трое нас. Три женщины, которые являются главными редакторами в каких странах? Это Китай, это Россия и Бразилия. Очень интересно. Это случайное совпадение? Не знаю. Я думала об этом, я пыталась анализировать. Я, пожалуй, могу только попробовать объяснить это в России. Если вы посмотрите вообще на бизнес-журналистику в России, здесь очень много сильных женщин и ведущие роли играют женщины. Это Элиза Осетинская, Татьяна. Все мы вышли из ведомостей, это один фактор. Другой фактор, я думаю, что бизнес-журналистика в России формировалась, собственно говоря, в 90-е. Это была новая сфера. И в новой сфере, как правило, мне кажется, у женщин больше возможностей. Там еще не оккупировали места мужчины. Я рискну предложить другую гипотезу. Бразилия, Индия, Россия. Индия, нет, Китай. Бразилия, Китай, Россия. Это, собственно, те экономики, в которых вызов креативности с учетом их потенциала роста, в каждой стране свои условия. Он наиболее интересен. И, может быть, поэтому женщина берет на себя главную роль с точки зрения формирования идеологии этого журнала. Мы сейчас прервемся на короткий перерыв. Слушайте нас, мы скоро вернемся. Здравствуйте. С вами передача «Интеллектуальный прорыв». Ведущая Анна Белова и наш гость Елена Евграфова, главный редактор Гарвард Бизнес Ревью. Елена, мы остановились в нашем разговоре на теме основных публикаций Гарвард Бизнес Ревью. Потому что, по большому счету, и Гарвардская школа бизнеса, и Слоуны, и Вортон, они все отслеживают современные тренды. А в условиях, когда мир меняется очень быстро, тренды меняются тоже быстро. Расскажите, что интересного вы, как главный редактор, вы являете для своих публикаций, и что вы берете из хедкотера? Ну, по нашему лицензионному соглашению мы можем делать 40% наших собственных материалов, и 60% мы должны переводить. Ну, в общем-то, мы берем все самое интересное. Мы не берем только то, что очень американское. Например, они очень любят писать про реформу здравоохранения своего или все, что касается их армии. Вот это вот мы не берем. А так мы берем все остальное, что каким-то образом немножечко обозначает тренды. Вот, например, номер, который мы сдали буквально во вторник, там будет большая статья про 3D-революцию. Вот это вот такая вещь, это вот то, что составляет суть нашего времени, когда все меняется очень быстро. Там буквально, я не знаю, 20 лет назад мы понятия не имели, что такое 3D, а сегодня, как оказывается, это уже, сейчас я могу ошибиться, порядка 10 или 15 по опросам PwC предприятий уже это используют в своем активном производстве. Когда эта цифра доходит до 20%, это уже совершенно такой нормальный мейнстрим становится. Вот, то есть использование 3D семимильными шагами движется в сторону того, чтобы стать мейнстримом в производстве. В Америке, например, уже все слуховые аппараты используются, изготавливаются только при использовании 3D-принтера. В дронах, в беспилотниках, там есть уже у одной из компаний, она, например, и фюзеляжи, и крылья целиком выращивает вот на этих 3D-принтерах. Мы недавно разговаривали с одним нашим гостем, он сказал, что форсунки для турбин General Motors выращивает в 3D-принтерах. Но на самом деле профессиональная точка зрения была о том, что все-таки подавляющее количество производства сейчас делается в 3D не из металла, а из пластика, а из металла все-таки это ограниченная серия, и она требует еще, потребует некоторого времени для развития и внедрения. Но я абсолютно с вами согласна, что аддитивные технологии это вызов, но тут возникает управленческая развилка. С одной стороны, ты ожидаешь, что новый технологический тренд или управленческое решение существенным образом может изменить мир. Но с другой стороны, есть некий набор предубеждений относительно этого решения. Вот как принимать решение в этой матрице? Ну, никто не знает, как принимать решение. И, в общем, я когда работала в ведомостях до того, до прихода в Гарбизнес-ревью, я написала больше 50 профайлов российских бизнесменов. И я выбирала не тех, кто что-то приватизировал, а тех, кто начал свой бизнес с нуля. И я выявила одну закономерность. Очень часто, когда они принимали решение, например, пойти на новый рынок или в какой-то новый сектор бизнеса, все окружающие говорили, что эта глупость нечеловеческая, что так делать не надо. Они все-таки это делали и в итоге выигрывали. Да. Есть, например, очень мне нравится история с Гуглом. Сергей Брин в свое время это рассказывал Нью-Йоркеру, если я не ошибаюсь, что довольно долго же было непонятно, как монетизировать эту идею. И другие компании, кто разрабатывали поисковики, просто уходили с этого поля. У них было убеждение, что если мы делаем что-то полезное для людей, то рано или поздно мы найдем, как на этом зарабатывать. И с точки зрения здравого смысла это выглядело совершенно неорационально. Тем не менее, потом появляется контекстная реклама, о которой до этого никто знать не знал, что такое вообще может быть. И компания в один момент становится прибыльной, миллиардной. Но с другой стороны, конечно, есть какие-то приемы, есть какое-то понимание, чего надо бояться, когда мы принимаем решение. И я считаю, что... Ну, в общем, не только я считаю, это уже такое консенсусное мнение, с которым я абсолютно согласна, что две главные ловушки. Первое — это качество информации, а второе — это вот собственные, личностные, собственно, наше я, которое нам мешает. То есть эмоциональная подоплека, принятие бизнес-решения? Да. Вы знаете, в апреле, вот буквально сейчас, в Америке вышла книжка, которая называется «Кул». И один из ее авторов нейробиолог. Кул — это что? Кул — круто. Он исследовал принятие решений, потребительских решений. Ну, в общем-то, его матрица, которую он предложил, у него лаборатория в Калифорнии, и он проводил исследования, используя компьютерный томограф, магнитно-резонансную томографию, вот так это правильно называется. И он предлагает такую матрицу. Когда мы принимаем решение, на нас влияет как бы три части нашего «я». Я для себя называю это таким трехголовым дракончиком. Одна голова — это наш разум, это рацию, это целеполагание. Мы хотим сделать это, сделать наше предприятие, например, прибыльным. И мы к этому идем и стремимся. Вторая голова — это привычки, это то, что мы делаем на автомате. Мы 20 лет были успешными, потому что мы это делали так, так и так. И мы, не подвергая это какому-то осмыслению... Очень серьезный недостаток, обратная сторона медали для очень крупных компаний, которые разработали стандарты и говорили, что 20 лет эти стандарты позволяли нам занимать лидерские позиции в нашем сегменте. Абсолютно верно. А сейчас мы живем в очень турбулентной среде. Причем она турбулентная не только в России, она турбулентная по всему миру. И вот это может быть той лобушкой, которая нас подстригает. И это дает шанс новым игрокам. Да, безусловно. И третья голова — это, ну, можно это назвать самопозиционированием, можно это назвать... Он это называет инстинктивный элемент. Когда включается какая-то вещь... А как я выгляжу? А я хочу быть крутым парнем. Я покупаю этот завод в Европе, в Италии. Почему? Потому что я тогда буду... У меня будет глобальная компания. Я буду жить в самолете между Новосибирском, там, я не знаю, Красноярском и Миланом? Или это хорошо для моего бизнеса? Очень часто оказывается, что предприятие... Внутренняя психологическая мотивация? Да, да, да. Или я хочу произвести на кого-то впечатление. Ну, скажем, мы воспитаны так, что дал слово «держи». Я дал слово, я принял решение, и через неделю понял, что я ошибся. Мы же не хотим потерять лицо, да? Это же надо прийти, а тебе скажут, Лен, ну что же ты? А ты вот неделю назад сказала. И для дела надо изменить это решение, да? И вот это развилка. И вот это развилка. Чтобы, скажем, не принимать вот этих, не попадать в эти ловушки, я думаю, что нужно для себя просто такой чек-лист иметь. Я это делаю, это действительно хорошо для бизнеса? Нет ли я, не попала ли я здесь вот в какой-то... Заложником темплейтов? Да, 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 заложником вот каких-то своих клише привычек. И нет ли здесь вот не вылезает ли на первый план моё желание произвести ему какого-то впечатления эго, да. Но есть ещё очень... Очень интересная рекомендация. Попытаться проанализировать три разных фактора, на основании которых вы принимаете или взвешиваете принятие будущего решения. И очень, конечно, важный момент с информацией. Информации никогда не бывает достаточно. И бывает очень полезно сказать себе, стоп, всё, я больше не собираю новые данные. Но важно не количество информации, очень важно качество информации. Всегда, знаете, как в качестве журналистики у нас принято, что всегда должна быть представлена точка зрения за, точка зрения против и независимый эксперт. Я думаю, что в бизнесе это тоже очень важно. Допустим, мне хочется вот такое решение принять. Очень важно сильное мнение против. Но у нас, к сожалению, в культуре бизнеса, по крайней мере из моей практики в России, немногие акционеры приветствуют сильную точку против. И это плохо. И это плохо. Первое лицо не должно быть экспертом во всех вопросах. Но первое лицо, человек, который принимает самые важные решения, должен уметь организовать полноценную дискуссию между теми, кто за и против, чтобы увидеть детализированную картину. Вы можете потом... Мы иногда боимся какой-то информации, потому что мы воодушевлены, мы хотим пойти на этот рынок, а кто-то придет и скажет, ну... Ну и подтверждением этой точки зрения является общеизвестный факт. Ведь известно, что президент Рейган в Соединенных Штатах абсолютно ничего не понимал в экономике. Но в экономической теории появился термин Рейганомика. Это появилось потому, что он сумел собрать рядом с собой очень широкий, представительный консорциум экономистов с разными точками зрения, в результате которого был сделан определенный существенный шаг в развитии экономики Соединенных Штатов. И она получила название Рейганомика. Но возвращаясь к предпочтениям покупателей и вот возможности формировать... У Сороса есть совершенно замечательная книжка «Алхимия финансов», которую он написал лет 25 назад. И он говорил, даже принимая решения на фондовом рынке, в стратегии, очень часто нереальное состояние активов, стоимости акций, качество управления, но влияет на будущую капитализацию ожидания. Вот можно ли формировать эти ожидания? И что происходит с ожиданиями в условиях той самой волатильной экономики? Я не очень верю в то, что можно формировать ожидания, если честно. Очень многим хочется поверить, что мы можем манипулировать рынком. И, наверное, какие-то... Мне кажется, что формирование ожиданий все-таки часто происходит не благодаря тому, что кто-то сильный взял, просчитал все, сказал какие-то слова и получил то, что он хотел. Они происходят в силу, ну, я не знаю, каких-то причин. Ну, условно говоря, вот был такой известный факт, что какое-то время назад, что все рейтинговые агентства сразу же повышали оценки компаний, если на смену владельца приходил наемный менеджер. Вот почему-то сложилось. Мы не знаем, как... Но это был этапный стереотип. Да. Сейчас уже много есть исследований, которые показывают, что в долгосрочной перспективе с точки зрения стоимости компаний лучше управляют бизнесом владельцы. Вы доходитесь на стре бизнес-трендов. Что вы рекомендуете нашим слушателям? Тем, которые делают свой маленький бизнес, средний бизнес, которые растут в корпоративной среде и надеются стать управляющими большого бизнеса? Я им посоветую, во-первых, мужество. Мы в очень непростые времена живем и в непростые времена делаем бизнес. Я им посоветую быть честными с собой. Я им посоветую быть верными себе. Аутентичность — это очень важно сейчас в лидерстве. И я им посоветую читать Гарвард Бизнес Ревью. Елена, огромное вам спасибо. С вами была передача «Интеллектуальный прорыв». Я ведущая Анна Белова и главный редактор Гарвард Бизнес Ревью Елена Евграфова. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова